В Северной Америке снова массово гибнут птицы. За сутки сразу два новых случая в американском штате Теннесси и канадской провинции Квебек. Скворцы и голуби. Объяснить это ученые не могут, как и остальные подобные истории в Арканзасе, Луизиане, Швеции и Италии. Об основных версиях Артем Красулин. Жители итальянского города Файнца были шокированы, когда вышли на улицу. Повсюду десятки мертвых птиц на тротуарах, деревьях и даже на балконах жилых домов. Больше всего вдоль шоссе, которое ведет к местному заводу химикатов. Ученые успокаивают население, говорят, что экологической катастрофы нет и жизни человека ничто не угрожает. Впрочем, что стало причиной гибели пернатых, пока не сообщают. Наши сотрудники нашли в районе города не менее 700 мертвых горниц. Можно с уверенностью сказать, что явление это ненормальное. Несколько птиц мы пытались спасти и отвезли их в лабораторию. Не исключено, что они могут быть переносчиками какого-нибудь заболевания. Похожие явления до сих пор не могут объяснить и в Швеции. Есть только догадки и предположения. Согласно самой распространенной версии, птицы, в данном случае галки, испугались новогодних фейерверков, потеряли ориентацию в пространстве и начали врезаться в столбы и здания. Впрочем, если послушать рассказы очевидцев, то и это предположение попадает под большое сомнение. Мы пытались проехать и увидели, что вся дорога прям черная от упавших на нее птиц. Некоторые еще были живы. Они дергались. Видно было, что они буквально сражаются за свои жизни. Падали с деревьев, как будто их что-то вспугнуло. Примерно такую же картину несколько дней назад наблюдали жители американских штатов Арканзас и Луизиана. Тогда погибли тысячи дроздов. Причины якобы все те же. Фейерверки, вспышки, дым и шум. А вот жители западного побережья штатов позавчера столкнулись с другой проблемой. В Калифорнии на берег выбросило десятки тонн дохлой рыбы. Утром я вышел из дома и все это увидел. Рыбу никто не убирает, и что случилось, тоже пока непонятно. Загадочная гибель животных – одна из самых обсуждаемых тем во всемирной паутине. Пока специалисты воздерживаются от комментариев, пользователи по-своему пытаются трактовать происходящее. Споры разгорелись нешуточные. Защитники природы вспоминают нефтяное пятно в Мексиканском заливе и погодные аномалии. Их оппоненты напоминают, что таких случаев в истории было предостаточно. Ну а самые мрачные юзеры то ли в шутку, то ли всерьез пишут. Все говорит о том, что конец света не за горами. Артем Красулин, Вести.